Чувак, тебя девушка на ужин позвала, а ты его так сразу отказал. Между прочим, девушка, которая тебе нравится. Чёрт, и правда. Всем привет, вы на канале Девплей, и мы продолжаем проходить историю одного неудачника, многоликого. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео, а ещё можно плавно подписаться на канал, или заданочить по ссылкам в описании. Погнали! Ещё когда мы вышли от Мику, я понял, что меня попускает. Чёрт, Харис, всё это было странно, но таблетки определённо помогли нам справиться со всеми заданиями. И давно я так не веселился, честно тебе скажу. Ой, Семён, истину говоришь! Семен! Главное, чтобы этот шайтан в юбке опять нас не нашёл! Да ладно, мне уже, наверное, никакие наказания не страшны, если нам Виола поможет. Виола всегда поможет! Запомни это, мальчик! Она женщина-мечта! Ну, что мы всё о ней? Предлагаю перекусы, пока ужин не начался. Потому что мне потом на раздаче стоять. А тебе наверняка не хочется лишний раз видеться с Олгой. Согласен, спасибо тебе, Харис. Погодите-ка! Женщина-мечта? Кажется, моё подсознание опять начало воспроизводить вздохи и ахи горячей медсестры и не менее горячего повара. Тьфу ты, блядь! Да что ты заладил? Ну, не может же быть такого! Ведь не может? В любом случае, мне этого явно никогда не доверётся увидеть. И слава богу! Харис быстро разогрел нам по порции пюре, сделанного из той самой картошки, что мы чистили днём. Но только он собрался присесть со мной за стол, как его окликнула повариха, стоявшая утром на раздаче, и они ушли на кухню. Так что, ел я в гордом одиночестве. Быстро поев, я отнёс тарелку на стол для грязной посуды и покинул столовую. И тут я вспомнил одну очень важную вещь. Я побывал практически во всех кружках, но так и не удосужился вспомнить про бегунок. Вашу Машу! Если я проебусь с этой несчастной бумажкой, Ольга мне точно устроит разнос по полной. Я сорвался с места, как угорелый. Пионер, что случилось? Какие-то побочные эффекты? Не-не-не, побочек никаких. Вы нам очень помогли, спасибо вам большое, но я забыл бегунок вам дать. Распишитесь? А, вот в чём дело. Я уж испугалась. Конечно, давай его сюда. Медсестра быстро поставила свою роспись, я поблагодарил её, и пулей вылетел из медпункта. Я постучался и, не дожидаясь ответа, потянул дверь на себя. Чего тебе, угорелый? Нет времени на любезности, поставь роспись в бегунке, пожалуйста. Иначе меня Ольга Дмитриевна на куски порвёт. Оказалось, даже у такой буки может быть сострадание, потому что Женя без лишних вопросов взяла бегунок и поставила свою закорючку в нужной графе. Мерси, чао. Возле клубов моя дыхалка уже начала сдавать, так что пришлось отдышаться, прежде чем заходить. Внутри я застал только Шурика, но мне было достаточно его одного. Он также расписался, я поблагодарил его и двинулся к последнему пункту назначения. И вот передо мной вырос мус-клуб. Надеюсь, Мику внутри. Я решил постучаться. Входите, открыто. Семён? Да, снова здравствуй, и Мику мне бы бегунок подписать. А то я про него совсем забыл. Если не сделаю этого, мне Ольга голову снесёт, сама понимаешь. Ой, давай-давай, конечно. Мне ведь совсем не сложно. Тут она задумалась. А может быть, хочешь в мой клуб вступить? Я тут совсем одна. А так нас уже двое будет. Я тебя почти на любом инструменте могу научить. Играть честно-честно. Я вдруг подумал, что совершил большую ошибку в прошлый раз, не вступив сразу в её кружок. Ведь мы так на законных основаниях сможем проводить всё свободное время вместе. Да и ей будет приятно. Так чего было тут думать-то? А знаешь, пожалуй, вступлю. Я как-то на гитаре пробовал играть, да забросил потом. Надеюсь, теперь всё же выучусь. Тем более с таким сэнсэем. Опять смущаешь? Какой же я сэнсэй? Мне 16 лет всего. Лучший в мире самый добрый, а ещё самый красивый. Добавил я чуть тише. Я сменялся посмотреть прямо ей в глаза. Никто из нас ничего не говорил. Смущение прервал сигнал горна, призывающий саранчу в виде пионеров совершить очередной налёт на столовую. Мику отправилась первой. И всё так же молча она подошла к роялю, подписала на нём бегунок, оправилась первой. Подписала на нём бегунок, вписала мою фамилию в графе мус-клуба. Я подошёл и поставил свою подпись в нужном месте. После мы вышли из мус-клуба. Тут она решила нарушить молчание. Ну так что, пойдём на ужин? А мы с Харисом как раз перед ужином успели поесть. Так что, я, наверное, пас. Ладно, как знаешь. Тогда пока? Да, наверное. Она пожала плечами и удалилась. Интересно, показалось мне, или она действительно была расстроенной? Да потому что с ней никто не общается, вот и потому расстроенная. Чувак, тебя девушка на ужин позвала, а ты его так сразу отказал. Между прочим, девушка, которая тебе нравится. Чёрт, ты правда. Так что мне теперь делать? Догонять её? Да поздно уже. Иди, поброди где-нибудь. После ужина Ольге бегунок отдашь и думать будем. Я решил пройтись домой. Было желание выкурить сигаретку, но я побоялся, что вожатая учует запах и завалит ещё целой кучей новых поручений. Зайдя в домик, я просто повалялся на кровати и в ту же секунду почувствовал, как же я на самом деле устал. Оно и не мудрено. Сколько мы с Харисом всего сегодня переделали? Да это нам памятник на... Да это нам памятник на площади надо ставить, а не какому-то неизвестному очкарику. Соблазн просто расслабиться, закрыть глаза и уснуть был, конечно, велик, но я смог перебороть его. Полежав минуток двадцать, я смог отклеиться от кровати и выйти наружу. Я ещё минутку постоял у порога, вдыхая вечерний летний воздух, после чего решился идти дальше. Я пришёл как раз вовремя, так как Ольга Дмитриевна уже собиралась заходить к себе. Ольга Дмитриевна, подождите, я вам бегунок отдам. Семён? Ты чего так резко кричишь, аж напугал? Простите, не хотел. Да ты всё простите, и всё я не хотел. Судя по всему, у вожатой после ужина было хорошее настроение, поэтому она просто посмеялась, а не наказала меня каким-нибудь способом. Так, ну, давай сюда. Она взяла бегунок и прошлась взглядом по графам. Ого, ты даже записался в музыкальный кружок? Молодец, Семён, реабилитируешься. Так глядишь и образцовым пионером станешь. Служу говняному союзу. Ну, иди уже пояться на линейку завтра не опаздывай. Спокойной ночи. Я решил ещё немного посидеть на площади. Сейчас здесь никого не было, и я мог наслаждаться тишиной и покоем знойного летнего вечера. Для большего расслабления я даже закрыл глаза и погрузился в свои мысли. Когда я их открыл, на лагерь уже опустилась ночь. Я решил не отказывать себе в удовольствии выкурить сишку перед сном. Дым лениво струился в небо, так же как и мои мысли. Всё, наказание своё я отработал. Ольга вроде уже не сердится. Теперь осталось опять завоевать расположение Мику и не допустить появления какого-нибудь могущественного конкурента. Я опять вспомнил Мику Фила. Как он был самоуверен, и у него ведь были основания для этого. Он провёл в этом лагере гораздо больше времени, чем я. Обучился каким-то способностям. Опять мелькнула мысль, что надо бы мне попробовать. Интересно, как же он и Алконер это делали? Я попытался напрячься и представить какое-нибудь место, но ничего не вышло. Наверное, я был слишком расслаблен и уставший. А ещё никак определиться, куда я хочу попасть. В голове мелькали то моя старая квартира, то мус-клуб, то домик-мику и Лена. Да и чёрт с ним, у меня ещё будет время научиться. С того места, а того места, куда я сейчас направлюсь, я мог и на своих двоих достичь. Я поднялся и зашагал к нашему столяном домику. Зайдя, я обнаружил, что Толян ещё не вернулся, чего не скажешь о цветке, который уже стоял на подоконнике. Я, как и вчера, кивнул ему, разделся и лёг в свою кровать. Дальнейшая моя смена превратилась в простое время препровождения в летнем лагере. Никаких крупных косяков я больше не совершал, поэтому и в роли козла отпущения больше не выступал. Каждое утро я просыпался с Толяном у нас в домике. Мы устраивали ритуальный утренний перекур и шли к умывальникам, а затем на линейку. Иногда вожатая поручала помочь Славе на площади. Или голубкам в общих кружках. Свободное время я старался проводить смы... смыку в москлубе, но я чувствовал, что что-то было не то. Общение у нас не всегда ладилось, да и в целом я не замечал интереса в свою сторону. Нет, она, конечно, была рада, что теперь она не одна торчит в этом клубе. Она добросовестно обучала меня игре на гитаре, показывала, как нужно правильно ставить пальцы на ладе, как играть боем, а вот обучала нотному стану. Табула турой для баг, а ноты для настоящих самураев, Сёмчик. Часто говорила мне она. Также она очень радовалась, что ей есть с кем поговорить о Японии. Этим она могла заниматься часами, забывая даже о своей главной страсти в жизни, музыки. Но при всём при этом у нас не было даже намёка на романтические отношения. Иногда я делал комплименты, ей вроде бы было приятно. Но спасибо, Симусик, мне очень приятно. Или ну правда не стоит. Но самое страшное, что я однажды от неё услышал. Ты настоящий мужчина, Семён. Я уверена, ты сделаешь свою девушку очень счастливой. После этой фразы я с побелевшим лицом вышел из мусклуба, пробормотав при этом что-то между спасибо и прости. И опустошённый направился к себе в домик. Там был Толик, который тоже очень расстроился, услышав о произошедшем. Он оказался настоящим товарищем и пытался утешать меня как мог. Он даже принёс мою порцию ужина, так как я не очень хотел идти в столовую и пересекаться там с Мику. Я пытался отвлечься от этих мыслей. Ну понятно как. Ходил купаться с Алисой и Ульяной. Заходил к медсестре на чайок просто поболтать. Даже в библиотеку заходил почитать какое-нибудь лёгкое чтиво или перекинуться парой фраз с Женей. Она оказалась не такой ошибокой, если нормально с ней разговаривать и ничего не портить в библиотеке. По вечерам же я любил приходить на пляж. Там я лежал наслаждаясь шумом ленивых волн и думая о своём. В частности я всё чаще задумывался о том, каким образом Микуфел и Алканер совершали те самые прыжки. Я пробовал быть максимально собранным, пробовал расслабляться по полной практически входя в транс. Но толку никакого не было. Обычно я лежал там до самого отбоя, а затем плёлся в наш столяном домик. Мы завершали день так же как и начинали. Выкуривали по сигарете, затем ещё немного разговаривали о своём и ложились спать. Так, насколько я помню... Хотя сколько в совке было сигарет в пачке? Так же ж двадцать. Если они каждый день выкуривали по две сигареты два раза в день, но это максимум на пять дней должно было бы хватить. Хм. 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 Атаки превращаются в алкани аром. Хм. Хм. Так я и дожил до конца смены, или конца цикла, как бы сказал мне Алконер. Что ж, сейчас и узнаем. Мы с Таляном заняли места в задней части автобуса. Дорогу я запомнил плохо, а потом и вовсе задремал. Да, Алконер не обманул меня. Я снова очнулся один в автобусе у ворот пионерлагеря совенок. На этот раз я не стал устраивать никаких сцен. Опять познакомился с Толиком. Опять наблюдал сцену с кузнечиком общих кружку. Опять узнал, что тут меня ждали, а жить я буду с Толиком. Ну и так далее, вы уже знаете. Естественно, в первый же день я предпринял еще одну попытку сближения с Мику. Привет, ты должна быть новенький, меня Мику зовут. Правда-правда, мне никто не верит, но у меня просто папа из... Оказалось, в этом цикле Мику даже не пробовала алкоголь. В целом это, наверное, было даже... была даже хорошая черта для девочки. Но это была не моя Мику. Ведь в моем сердце навсегда засела именно та пионерка с моего первого цикла. Которую я любил со всеми ее недостатками. На третий день я даже решился на отчаянную авантюру. Я, как и в первый раз, вышел абсолютно голым к Мусклобу. Мику меня увидела, вот только выбегать не стала, а просто завизжала. Мне пришлось спасаться бегством в лес, пока на ее крики не сбежался весь лагерь. Хорошо, что я додумался повязать рубашку на голову по типу балаклавы. Все это окончательно убедило меня в том, что это совершенно не та девушка, в которую я влюбился. Это еще сильнее убедило меня в необходимости овладеть навыками перемещения. Найти тот самый цикл, где мне помешал Микуфилы не дать всему плохому произойти. Почему-то пытался перемещаться. Пытаться перемещаться я предпочитал именно на пляже. Это место манило меня, как будто было сосредоточением силы или знаний. Я задумался, что вода здесь выглядит безмятежной. Но вместе с тем она всегда в движении. Ко мне пришла мысль, что ее можно сравнить с циклом. Допустим, я ныряю в цикл как в воду. А Икарус служит своеобразной площадкой для прыжка. Тогда верхний слой воды это начало цикла, а дно его конец. Если я ничего особо не делаю, то я просто иду ко дну. А затем опять оказываюсь в Икарусе. Но я уже знал, что разные мои решения и выборы могут привести к разным последствиям. Иными словами, я сам влияю на то, в какой участок дна воткнусь своей бестолковой головой, прежде чем опять оказаться на поверхности. Оставалось понять, каким же образом мне не только менять угол погружения в воде, но и научиться плыть по или против течения, не опускаясь на дно. Я решил представить лагерь в виде водоема. Максимально сфокусировался, как будто раздвигая руками пространство и время, как пловцы разгребают воду. И вот что у него выйдет, узнаем уже в следующий раз. Ну а на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok